Девушки отдыхают 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 но хотя они видят духовную жизнь, но если они живут по их стандартам, они думают о том, что они живут хорошо. И потом, если у них не получается жить по стандарту, им кажется, что у них нехорошая духовная жизнь. У людей есть свой стандарт, и по нему живут. Именно поэтому это есть проблема. Но если мы посмотрим Библию, Библия не говорит нам так. Значит, если мы посмотрим Библию, то у каждого человека есть душа. То есть, если у них получается что-то делать, то это хорошо. Но знаете, как выглядит душа человека? Да, люди думают, а у меня есть немного доброго внутри меня. А знаете, почему нам нужна лошадь? Смотрите, то, что двигает душой, это душа. То есть, человеком управляет душа. И когда мы смотрим на поступки человека, нам кажется, что этого мало. То есть, например, когда мы играем в футбол, Например, я со своим одноклассником, мы начинаем вести мяч. Да, я вот смотрю на моего однокомандника и думаю, он даст мне пас или нет? Да, если он будет говорить, вот, я тебе даю пас, лови. Тогда есть вероятность, что противник станет между нами и заберет у нас мяч. Но если мы вместе начинаем много тренировать, А, в такой ситуации он давал мне мяч. И понимая душу друг друга, мы сможем хорошо вести игру. А для того, чтобы узнать, как этот человек будет дальше поступать, люди хотят узнать душу. Да, поэтому, если мы не смотрим не на поступки, а на душу, тогда мы больше заранее сможем узнать. И поэтому люди хотят знать душу. Особенно в футболе нужно, чтобы команда понимала друг друга. А, в такой ситуации он мне давал мяч. А, сейчас, хотя он показывает, как будто хочет не пас, но пойдет в другую сторону. И таким образом, в футболе знают через тренировки друг друга. Но, когда мы ведем духовную жизнь. Когда мы с Богом встречаемся. Да, когда мы душой встретимся, с Богом будет очень хорошо. Когда мы общаемся с братьями и сестрами, и можем понять, общаться с душой, это очень хорошо. И почему Господь Бог нам дал язык? А, чтобы было очень хорошо выражать свою душу. А, допустим, если бы мы могли видеть душу людей, тогда нам не надо даже беседовать. Но через беседу мы можем выражать нашу душу. Ой, знаете, у меня сегодня такое хорошее настроение. Вчера у меня был день рождения. Я вчера был целый день веселым. Таким образом, радость, веселье выражают с искусствами. И когда мы с душой начинаем общаться, мы начинаем понимать душу человека. А если мы еще глубже войдем, то мы сможем попробовать вкус души этого человека. В этом мире каждый человек имеет свой вкус души. Но они хотя имеют свой вкус души, но они плохо знают об этом вкусе. Знаете, я встречал очень-очень многих людей. У каждого человека свой вкус. Если мы знаем вкус этого человека, тогда мы будем хотеть дальше общаться с этим человеком и быть на отношениях. И чтобы люди стали ближе, тогда они должны показывать свою душу. Но какая есть проблема у людей? Да, мы можем только говорить, и по словам мы можем узнать. Поэтому порой они меняют свою душу и говорят неправильно. Мы это называем обманом. То есть не говорят то, что у них есть на душах, говорят только то, что у них нет на душе. Хотя они любят, но говорят очень сладкие слова. Хотя они не заинтересованы. Но так говорят, как будто они очень заинтересованы. И большинство людей так живут. То есть самая девушка, они хотят выглядеть красивее, чем другие. Поэтому они делают макияж. А знаете, макияж это так говорят, уважение. То есть, когда пойду к старшим, тогда лучше привести себя волосы в порядок, чем просто как бы палом пойти. И поэтому те люди, у которых узкие глаза не так красят, чтобы казались большими. И потом некоторые пороки начинают закрашивать, чтобы не было видно. Да, мы думаем, что это уважение, что это культура. И поэтому в мире души тоже так думаем, что хотя мы не любим, но говорить, что мы любим, это как будто культура. Хотя даже не заинтересованы, но просто говорить, как будто мы заинтересованы. Хотя в душе не заботятся, но говорят так, как будто заботятся. Но эти вещи делают так, чтобы наши души не могли идти вместе. Еще что есть? Хотя я на самом деле не могу делать доброго. Но у нас появляется такая душа, что если я так поступлю, тогда у меня получится. Нам кажется, что если я так буду делать, я думаю, я буду хорошо получаться. Почему люди берут кредит? О, знаете, я занимаюсь бизнесом. Дайте, пожалуйста, 100 тысяч долларов. Если я вот это сделал, у меня все хорошо получится. Потом все получится, я вам верну деньги. И люди думают, что у них все будет хорошо получаться. Но у них бизнес не расстел. Они потеряли свои деньги, потеряли те деньги, которые взяли в кредит. Я не хотел, чтобы так было. Получится, я обманывал. Теперь я не смогу закрыть 100 тысяч долларов. Такие вещи происходят. То же самое и у нас. Знаете, поэтому мы же обещаем Богу, что будем стараться хорошо делать. Мы же обещаем, говорят, что мы будем делать добрые. Но мы же ведь в конце концов терпим крах, обозвольство. Мы же в конце концов грешим. Но люди, когда начинают говорить подобные вещи, они выглядят, как будто они добрые. Выглядят, как будто они неплохие люди. И часто они говорят о том, что нет в них души. Поэтому Иисус говорил, что устами они близки ко мне, но души они далеки от меня. Знаете, передавая Евангелие, я встретил очень многих людей. Но те люди, которые бы знали себя, их очень мало. Знаете, люди думают, что если они начнут бизнес, у них получится, но не получается. Многие люди в душе имеют такую душу, что они смогут хорошо исполнять заповеди. Мы часто чувствуем, как будто мы сможем делать добрые, если начнем. Да ладно, не буду грешить. Буду исполнять 10 заповедей. Разве это проблема? Я смогу делать хорошо. Есть люди, которые так поступают. Такие есть люди, которые говорят устами, что они близки к Иисусу, но в душе далеки. Но когда человек начинает обнаруживать себя, что с ними происходит? Я думал, что если захочу делать доброе, то у меня получится. Я думал, что если я буду исполнять заповедей, то у меня получится. Я думал, что я смогу верно служить Господу Богу. Но у меня не получается. Люди именно это обнаруживают? А делать доброе, оказывается, не так просто. Да, буду исполнять воскресенье. Обман, зачем обманывать? Не буду обманывать. Я почитаю своего отца и мать. Я что, жил от чужой? Нет, никуда такого не было. Я ни разу не прелюбодействовал. Люди так говорят, что они думают, что они делают себя хорошим. Но на самом деле, если попробовать, то не так будет. Вы не представляете, как трудно делать доброе. Вы не представляете, как сложно исполнять заповеди. И из-за того, что люди верят в себе, у них не получается вести духовную жизнь. Поэтому, когда мы идем к Богу, что мы должны обнаружить? А, я такой человек, которого не получается? А, я семья греха. Допустим, мы в огороде сажаем, например, редьку или, например, как пусту. И когда появляется росток? Есть маленькие росточки, которые выходят первое время. И вот этот первый росток, говорят, у всех растений почти одинаковые. Когда они ростки, тогда что? Редька, что как пусты? Они почти не отличаются. Но когда они начинают дальше расти, то одно становится как пусты, другое редькой. Когда мальчик и девушки рождаются, при рождении они почти очень схожие. Но постепенно девушка становится похожа на девушку, а мальчик становится похож на мужчину. А в детстве почти нет никакой разницы. Но девушек делают женские гормоны, а мужчины делают мужские гормоны. Понимаете, девушки, когда растут, у них большой грудь становится, а у мужчин большие плечи становятся. Это не потому, что они хотят. Потому что они девушки. Поэтому они растут в девушках. Из-за того, что мужчина Растут и становятся мужчинами. Но что мужчина, что женщина в детстве, они почти нет разницы между ними. Но с рост возраста мужчины похожи на мужчину, а женщины на дети. В детстве я не знаю, что я ей сниливать греха. Но даже когда мы смотрим на детей, у них есть свои желания, есть углянство. Да, у них нет силы, поэтому в детстве кажется, что они очень добрые, хорошие. Но когда время проходит, мужчины становятся мужчинами. А девочки становятся похожи на девушек. То же самое с теми, греха становится плодом греха. Поэтому в детстве, я думаю, мы все были добрыми. Да, действительно так. Нигде в газете не пишут, чтобы грудной ребенок что-то украл. Нет такого, чтобы грудной ребенок кого-то убил. Или чтобы, например, грудной ребенок перелез через стену и украл что-то, грабил. Ну, разве в детстве у нас не было никаких наших желаний? Нет, было. Но поскольку мы маленькими были, это просто наружу не вышло. Из-за того, что маленькие, это не значит, что у нас нет желания греха. Мы являемся семенем греха. Но нам почему-то кажется, что мы сможем хорошо служить Богу. Многие люди занимаются бизнесом, но теряют банкротство. У них есть, так скажем, план, но нет денег. Им кажется, что если я возьму у кого-то взаимоденег, тогда у меня то, что получится. Это получится, потом еще получится. Еще раз получится. Но не получается, в конце концов. Почему? Потому что они не знают себя хорошо. Многие люди обманываются и думают, что у них хорошо будет все получаться. Но на самом деле, когда мы пробуем, у нас нехорошо получается. У нас нет добра. Поэтому устами мы говорим. О, одолжите мне, пожалуйста, 100 тысяч долларов. Вот этот бизнес точно получит успех. Чем вот этот товар, мой товар намного лучше. А наша цена половина стоимости. Все люди будут покупать наш товар. Когда мы сможем заработать очень много денег. Смотрите, многие люди так говорят. Но на самом деле, когда мы начинаем вести бизнес. Из-за того, что хороший товар, они не знают, что все будут покупать. Из-за того, что мы честны, они не знают, что у нас все будет получаться. Из-за того, что товар был продан, это не значит, что будет большой прибыль. Есть вероятность, что появятся разные-разные проблемы. Да, нам сначала кажется, что очень легко будет вести бизнес. Хотя мы очень грязные грешники. Но люди думают, что если будут вести бизнес, то они не хорошо получатся. И как они так чувствуют. То же самое, так большинство людей ведут свою духовную жизнь. О, я могу хорошо вести духовную жизнь. Я большой обман никогда не делал. Да, конечно, пару раз мелкий обман был. Но я же не специально хотел их обмануть. Просто как-то так получилось само собой. Но из-за этого обмана никто не повредил себе. Это добрый обман. Понимаете, для человека все его обманы кажутся добрыми. И все зло, которое он совершил, кажется добром. И когда так люди живут. Таким людям очень трудно будет получить благословение Бога. Но однажды, когда мы живем нашей жизнью, мы достигаем предела. Почему же я не могу жить ни греша? Почему же я хочу жить правильно, но не получается? Почему же у меня не получается жить честной жизнью? Я же не такой человек. Я не знаю почему. Почему у меня такое происходит? И мы не понимаем, что у нас есть большая проблема. Но какого уровня мы достигаем однажды? Я не могу делать доброе. Я злой человек. Я хотел делать доброе, поэтому я думал, что я добрый человек. Но когда я смотрю на мою жизнь, моя жизнь очень грязная и смирная. Я очень злой. Таким образом, я могу только погибнуть. Люди начинают очень ясно понимать подобные вещи. И затем они перестают уважать себя на словах. И все люди должны пройти через это, тогда они достигнут веры. Но люди думают, что если они будут стараться, у них все будет получаться. И поэтому люди не думают о том, что то, что они делают, это неправильно. О, я могу делать доброе. Я буду делать доброе. У меня будет получаться. Нет причины, чтобы у меня не получилось. Так большинство людей думают. Именно поэтому они верят в себя. Но в Библии очень подробно рассказывается, как такие люди терпят крах. А в последний вечер, однажды Иисус сказал своим ученикам и Петру. Сегодня все вы оставите меня. И то Петру сказал. Даже если все оставят тебя, я не оставлю тебя. Почему это я тебя оставлю? Ни в коем случае я тебя не оставлю. Тогда Иисус сказал Петру. Прежде чем пропает Петру, ты тридцать отречуешься от меня. Петр испугался. Что? Я предам тебя. Да не может быть такого. Я все оставил и пришел к тебе. Как я могу тебя оставить? Даже если мне разрешит умереть с тобой, я не оставлю тебя. Ни в коем случае я не оставлю тебя, Иисус. Даже если меня убьют, тогда я лучше умру, но не оставлю тебя. Петр, он точно в тот момент не знал себя. Поскольку он не знал себя. Он просто не видел этого. Он думал, что если я захочу, тогда я все смогу сделать. Многие люди, которые бросают курить, они с сегодняшнего дня, например, хотят бросить курить. Но это не значит, что многие люди могут бросить курение. Большинство людей терпят крах. Знаете, в духовной жизни. Что является самой большой ошибкой. Смотрите, как у фарисеев были предания от старцев, также у наших есть какой-то свой стандарт в духовной жизни. И когда мы смотрим нашим стандартам, нам кажется, что мы хорошо видим духовную жизнь. Но когда мы смотрим глазами Господа Бога, то наша духовная жизнь проваленная. Петр всегда думал. Почему я оставлю тебя, Господи? Я же все оставил, чтобы следовать за тобою. Иисус, по-моему, ты меня не знаешь. Иисус, неужели ты до сих пор обо мне так думал? Я не такой человек. Я не отрекусь от тебя. Даже если мне на нежном мире, я лучше умру. Зачем меня предавать тебя? Я ни в коем случае не отрекусь от тебя, Иисус. Петр так громким голосом говорил. Петр так громким голосом говорил. Хотя Петр так говорил, но когда он отрекался от Иисуса, он просто отрекся легко от Иисуса. И тогда Петр обнаружил самого себя. А, я такой человек, который не может не отрекусь от Иисуса. Но я думал, что если я буду стараться, тогда я смогу жить хорошо ради Господа. Я думал, что если я верю в Бога, то я хорошо верю в Бога. Но Библия рассказывает подробно об истории Петра. И Библия нам очень подробно показывает, что даже если ты хочешь, это не значит, что у тебя получится. На сегодняшний день люди, которые точно не знают свою жизнь. Они верят в себя. Я такой человек, который говорит, что если буду делать, то это получится. Я не жил таким образом. Я все равно жил правильно. Это такие люди, которые верят в себя. Но что это за люди, которые верят в себя? Те люди, которые точно не знают себя. Если они будут точно знать себя, они ни в коем случае не могут так поступать. И Бог хочет, чтобы мы точно узнали себя. И поэтому Бог делает, чтобы мы потерпели крах. Чтобы мы упали. Чтобы мы совершили грех. И делает, чтобы мы сделали так, чтобы не могли не совершить зло. И однажды Петр понимает себя. А я трижды отрекся от Иисуса. Как же я мог так поступить? Я теперь больше не могу называться учеником Иисуса. Как я могу стать учеником Иисуса? Я пойду ловить рыбу. Я рыболов. Какой я там ученик? И Петр оставил Иисуса и пожалел ловить рыбу. И в тот день утром Иисус пришел к Петру в Галилее. Петр всю ночь бросал сеть, но ничего не смог поймать. И Петр ничего не поймал. И в тот момент пришел Иисус. Иисус спросил, есть ли у вас пища? Он сказал, нету. Закиньте сеть в правую сторону. Они много рыбы поймали. И Петр понял, что это Иисус. Да, они вместе и кушали. И после того, как они покушали, Иисус спросил у Петра. Сын Йоанна, Симон Петр, любишь ли ты меня? Знаете, когда Петр точно не знал с тебя, Да, действительно, мы даже не знаем, что будет завтра, но мы планируем. И мы думаем, что у нас все будет хорошо получаться по плану. Мы, не зная завтрашнего дня, мы планируем что-то. Именно поэтому есть то, что мы должны знать. То, что, то, что мы делаем, это неправильно. Петр понял, насколько было глупо, что он верил в себя. Поэтому Петр, он отрекся от себя. Сначала он отрекся от Иисуса. А второй раз он отрекся от себя. Если бы Петр не отрекся от Иисуса, Он бы верил в себя. Но после того, как он отрекся от Иисуса, Он понял, что он такой человек, который не может не отречься от Иисуса. И после того, как Петр понял, что он несовершенный человек, Петр сначала отрекся от Иисуса, А потом он отрекся от себя. Наша духовная жизнь начинается, когда мы обнаруживаем себя. Мы отрекаемся от себя. И верою в Иисуса Христа у нас появляется. До новых встреч. До свидания. Спасибо. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»